Или вот этим Абисс Милом. Поехали, она более веселая, мне кажется, чем Сайклинг. Такой черно-синий недоконтроль. Доживаем до седьмой маны и ставим... Играем пируем тузы Абисс и выигрываем игру. Если доживем до седьмой маны. Не, ну так дело не пойдет с такими раскладами. Это мулиган. Так, ну, оборона есть. Какая-то. Так, Агазийзин Креморс пришел. Ну, пойдет. Браун Эндаларч. Нам мана нужно. Мне не кажется, что это то, что нам нужно сейчас. Ничего себе, это даже не приключение. То есть идешь на ладер играть. Своей основной декой, которая прям самая качественная у тебя. Но нет. Тебе четыре подряд деки с приключениями. Идешь каким-то мусором играть чисто по фану, тебе начинают давать все подряд. О, это Doomfortold. Так. И маны, маны там на Doomfortold хватает. А, там черной маны нету, да? На Doomfortold. Ну, брать Беннишн Лайт. Соперника нету маны, да? Нужный в цвет. Так, нам надо черную ману поднимать, чтобы Underworld Dreams начал играть. Чё, фей желаний можно на руку поднять. Еще скидывал кикард. Майндрот пойдет в целом. Некроменшию сыграть в Doomfortold. Вообще было бы весело. Можем попробовать. Взять, скинуть все Duns of the Mons. А потом эксиншен-эвентом убить всех зомбаков, которые выйдут на стол. Ну, в конце концов, развлекаемся. А, нет, сдался. Ой, это... Что за нетерпешь? У нас рука там... А бы что просто, то есть... Оппонент даже не знает, чё мы будем выбирать. Я не до конца знаю, какие карты у него ключевые или нет там. То есть, у меня тоже какой-то там контроль. Оппонент берет, сдается. Что это вообще такое? Не, ну... Выбор оппонента, как хочет. И блин, есть. Да.